Альфа-тестирование Локация «Химзавод» представляет из собой комплекс промышленных зданий, химической промышленности. Химический завод, потому что одной из идей было, что именно на этом заводе пробовали производить гербицид, который должен был помочь справляться с лесом. И вот так получилось, что как один из опасных объектов для природы, вот этот завод один из первых, подвергся нападению. И большинство разрушений связаны не только с прошедшим временем, но и с тем, что тактически было активное поле боя. Даже не боя, а скорее бойни, потому что сотрудники этого завода не были вооружены, обучены и очень быстро проиграли этот бой. По сравнению с другими локациями этот уровень достаточно большой. Я думаю, у нас будут локации еще больше, чем эта. Сейчас она рассчитана примерно 10 на 10 человек. Примерно на ней комфортно играть с таким размером. Там есть место и по снайперить, есть место побегать с пистолетом. Химзавод мы изначально задумывали как индустриальную локацию, то есть мы хотели показать большое промышленное предприятие. Мы хотели показать само эхо индустриальной мощи. Когда заводы все-таки работали и стояли, они были большие и страшные. Очень разные образы. Мы очень долго пытались найти тот образ, что именно мы хотим показать. Это еще накладывало тот впечаток, что на нашем предыдущем проекте мы тоже делали достаточно много таких индустриальных вещей. На них хотелось повторяться с одной стороны, хотелось делать что-то новое. И на самом деле этот уровень, кимзавод, он в прототипировании находился больше других локаций. Прототипами для локации было много. Это и завод «Стерол» в Донецкой области, и заводы в Запорожской области. Мы брали отовсюду понемногу и старались сделать из этого одну большую красивую локацию. Мы его практически полгода искали, этот образ, эту идею. И в итоге мы пришли к идее, чтобы противопоставить старое здание кирпичное и новое здание, которое бетонное, и именно сделать такой комплекс. Было здание старое и было здание новое построенное. Вначале это был просто обычный химический завод старый, да, и достроили уже новый завод позже, там, где уже разрабатывали гербицид. Яд, с помощью которых человечество пыталось бороться с лесом. Мы хотели показать не только запустелые индустриальные здания, да, но и следы аварий. То есть у нас есть аномалия, которая вот именно перекрыла железнодорожный выезд, да, чтобы не пустить вот состав с вот этим вот загруженным уже гербицидом. Ну вот, вокруг этой идеи устроится уровень. Наверное, основной трудностью это были размеры, так как мы изначально сами не представляли, какого размера должна быть локация. Мы пробовали разные варианты, но самое основное это было создание прототипа болванки. На уровне болванки геймдизайнерской отбегали, все понравилось, все хорошо. Начинаем моделировать. Моделируем, дотягиваем визуальную часть. Где-то какие-то вещи намоделились лишние. То есть какие-то пути отходов, пути пробежек надо было перекрыть, закрыть. Это не то чтобы сложности, это просто такой процесс работы. Проблема с размерами была, потому что непонятно, насколько далеко игрок видит другого игрока. Даже сейчас могут быть проблемы, когда один человек ходит по заводу и не видит долгое время вообще никого. Для того, чтобы хотя бы локация была играбельной, для того, чтобы были все-таки столкновения между игроками, приходилось размеры делать более точными. Достаточно часто мы переделывали, но опять же у нас есть сжатые сроки, в которые мы должны собственно вложиться. Мы сами для себя ставим это 3 месяца срок. Чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, в зависимости по ситуации. Левел должен быть готов. Самым запоминающимся местом является авария вагонов и аномалия, которая находится возле нее. Она выглядит уникально, по-особенному, и потому она действительно запоминается и придает особенный вид уровня. С точки зрения игрового процесса мы хотели видеть химзавод с балансированным уровнем, где хорошо себя чувствуют и снайперы, и бойцы ближнего боя. Но вот так вот получилось, что наиболее интересно играть именно двойкам, когда один из них это боец мобильный, который может быстро передвигаться, прятаться и выманивать огонь на себя, а второй боец, снайперская винтовка, его прикрывает. Фактически локация была комбинацией между снайперскими дуэлями и обходными путями на базу противника. У нас есть очень небольшие расстояния, где человек со снайперской винтовкой может стрелять чуть ли не на 150 метров. В рамках нашей игры это очень много. Поэтому, да, наверное, это одна из тех локаций, где снайперы будут себя чувствовать очень вольготно. Но при этом большие размеры позволяют еще очень много тактических перемещений, что тоже положительно сказывается на интересе. То есть, химзавод это была первая локация, глядя на которую мы посмотрели и сказали, что да, она визуально нам нравится сразу же. Ну, в целом можно сказать, что локация удалась. Наверное, визуальный образ это очень нравится. Нравится более такой открытый геймплей, потому что локация, она менее коридорная по сравнению с другими. Поэтому она позволяет очень больше свободы для игроков. Но при этом, да, нужно опасаться снайперского огня. Поселение Край — это еще одна сила, которая образовалась после апокалипсиса. От остальных известных фанатам сил ее отличает то, что они научили жить в гармонии с новой опасностью, с новым лесом. Поселение Край получило свое название из-за того, что основная их база находится на краю между лесом, который остановился, и безопасной территорией. Многие люди не понимают, как это могло случиться, что они находятся на самой границе с этим опасным и всеубивающим лесом. Они не то, что не боятся панический лес, а наоборот, они научились как-то с ним ладить, да, и лес к ним отвечает взаимностью. Основная их идея — это про то, что лес не всегда может быть опасным, и даже с ним в гармонии можно существовать. Одной из больших задач было поиск визуального образа группировки. Мы не хотели их делать милитаризированными, но при этом нужно было соблюсти вот такую вот визуальную крутость, да, чтобы игроки выбирали костюмы армии Края, например, нетяжелые бронежилеты армии Возрождения. Ну, основной особенностью экипировки Края — это экипировка, которая помогает выживать в экстремальных условиях, в экстремально низких температурах, при аномальных воздействиях и тому подобном. Предметы группировки Край, поселения Край, они больше ориентированы на выживание в аномальных условиях. То есть, по большому счету, это развитие бродяг. Но при этом они немножко, вот из простого выживания, да, у них выживание стало религией. То есть, преобладает символизм, преобладают вещи, которые уже, как они работают, может быть, необъяснимо рациональными какими-то доводами. Опять же, они очень активно используют артефакты, улучшенные артефактами предметы. На высоких уровнях, да, у них доступны костюмы, которые, ну, в принципе, на самом деле уже это гибрид между человечеством, ну, человеческими вещами и какими-то сверхъестественными силами, которые поселение Край может черпать в лесу. Вооружение группировки больше собой представляет из стран Варшавского договора с некоторыми элементами вооружения НАТО. Также мы постараемся сделать оружие Край специфическим на вид, так, чтобы оно соответствовало самой группировке. Это будут настоящие оружия, но более с элементами самой группировки, вроде там, амулетов, шкуры, обмотанные вокруг оружия, которые будут показывать, что это оружие было именно куплено у этой группировки. Для поселения Край вообще характерна вера в то, что в будущем человечество сможет совместно жить с лесом. И они отставят эту свою точку зрения, они убеждают в этом остальные силы, они в своем примере показывают, что лес агрессивен только к тем, кто сам агрессивен по отношению к лесу. И вот в этом плане, да, они вот какие-то такие вот очень особенные, уникальные группировки. Поселение Край будет интересно тем игрокам, которые любят неизведанное, тайное, которые любят находиться в аномалии, доставать артефакты, использовать их. Вообще, наверное, в плане выживания в аномалиях, использования артефактов, последний Край – самая сильная группировка. Альфа-версия игры, онлайновой, в частности, с Урвариумом, это, конечно же, еще не готовый продукт, поэтому к нему нужно относиться с соответствующим пониманием. Это не полная игра, это только ее базовая реализация. В ней нет большинства идей, которые мы заложили на нее наперед. Альфа-версия – это игра, в которую можно играть, но невозможно пройти от начала до конца. В онлайне, конечно, к альфа-версии другие требования, и мы, запуская альфа-версию, хотели, прежде всего, получить нагрузочное тестирование, то есть проверить, как работают наши сервера. Там есть только самый базовый функционал, вроде стрельбы, передвижения и тому подобного. И самая большая проблема альфа-теста – это как раз баги и вылеты. И, кроме этого, мы хотели узнать, как игроки воспринимают те или иные концепции игровые, и чтобы у нас было время их изменить или адаптировать. Собственно, это те задачи, которые мы сейчас ставим перед игроками, которые уже получили доступ. Каждый игрок, который попадает на альфа-тест, он должен понимать, что именно это его основная задача – это помочь справиться с этими багами и вылетами. Если какая-то ошибка повторяется постоянно, например, если игрок всегда при перезарядке вылетает, то это баг, и поэтому надо сообщать. О ошибках вроде синхронизации или где-то недоработки графической, вроде висящего в воздухе дерева, о таком сообщать не надо, это видно самим разработчикам, и это все будет дорабатываться. В основном это все-таки систематические и повторяемые баги, которые приводят к вылетам, к падениям FPS, к какому-то изменению игры. Ну вот самое полезное, что нам нужно от альфа-тестеров – это просто играть. У нас на сервере ведется сбор достаточно больших статических данных, и очень много вылетов, мы их видим сами, у нас на сервере создаются крэш-репорты серверные, при этом игроки могут отсылать клиентские крэш-репорты. У нас ведется статистика, мы эти все баги видим, получаем и стараемся их фиксить. Поэтому для большинства случаев достаточно просто играть. Ну и второй важный момент – это описывать свои впечатления от игры. С каждым патчем новым, где что-то изменяется, было бы неплохо, чтобы игроки оставили свое мнение, как они считают, что улучшилось, что ухудшилось. Пока в альфа-тесте участвует не так много игроков в сравнении с тем количеством желающих, которые мы получили в качестве заявок. И здесь нужно уверить, что все те, кто хочет получить доступ к альфа-тесту, в конечном итоге смогут оценить игру. Нужно немножко подождать, верить в удачу и также себя активно проявлять в нашем комьюнити, в сообществе, участвовать в обсуждениях на форуме, принимать участие в конкурсах. Все эти вещи мы поощряем и отслеживаем. Так что будьте спокойны, мы следим за тем, что происходит. Не обращая внимания даже на то, сколько ошибок было исправлено, можно отметить, что игра такая, как она есть сейчас, и которая была месяц назад, она очень сильно изменилась. И в плане баланса, и в плане темпа игры. Мы немножко улучшили стабильность, улучшили визуальный образ игры, как она выглядит. Практически улучшили заканчиваем работать со звуком. И в принципе сейчас у нас осталась одна большая крупная проблема, которая нам мешает именно активно подключать контент и приглашать новых игроков. Пока мы ее не решим, мы пока очень осторожно допускаем игроков к альфа-тестированию. Не потому что мы там жадные какие-то, а потому что у нас, как разработчиков, глаза очень замылены. То есть мы над этим проектом работаем в течение года уже практически круглые сутки. И многие моменты мы просто не видим или они нам кажутся одними, а на самом деле игроки их воспринимают совсем по-другому. Поэтому мы хотим с каждой новой подключенной фичей в игру запускать новую партию тестеров, именно чтобы получать вот этот свежий взгляд на вещи. Одной из наших задач в ближайшее время будет подключение к альфа-тестированию англоязычной аудитории. Статистику мы собираем, мы также играем и сами с игроками, и потому мы видим, в чем есть проблемы, и карты будут дорабатываться. Да, у нас есть проблемы со спаун-килом и спауном самих людей. Эти моменты мы доработаем до играбельного состояния. Так, хочется сказать большое спасибо нашим альфа-тестерам, и не только альфа-тестерам, всем, которые нас поддерживают, верят в нас. Буквально вчера на улице подошел человек, пожелал удачи с проектом. Мелочи приятны. Хочу сказать спасибо альфа-тестерам, которые помогают нам в тестировании игры. Много полезных сообщений на форуме, и они действительно помогают ускорить процесс. И я также могу обнадежить всех, кто ждет альфа-тест. В будущем игроков станет больше. Здесь хочется действительно отметить большую активность игроков, и я хотел бы тоже поблагодарить тех участников тестирования, которые помогают, потому что вы действительно помогаете в создании проекта. И мы очень надеемся, что вы продолжите столь же активно нас поддерживать. Ну что ж, на сегодня это вся информация, которую мы хотели поделиться с вами в этом дневнике. Мы продолжим держать вас в курсе событий. Следите за новостями на сайте surwarium.com И до новых встреч. С вами были Восток Геймс. Субтитры создавал DimaTorzok